Фильм «Служение» и телерадиокомпания «Щелково» рассказывает о жизненном пути настоятеля Николы Берлюковского монастыря Игумена Евмении Лагутина. Житель Щелковского района, он получил высшее образование в университете имени Баумана, работал в ракетно-космической отрасли. Но неожиданно для всех он принял монашеский постриг и вот уже больше 10 лет восстанавливает монастырь. Фильм «Служение» и телерадиокомпания «Щелково» в номинации «Человек веры» был отмечен наградой второй степени в региональном конкурсе «Верное слово». Телерадиокомпания «Щелково» фильм «Служение». Конкурс «Верное слово» организовал Союз журналистов Подмосковья. Это творческое объединение имеет большой опыт проведения различных мероприятий. Однако впервые решили создать совместный проект с духовенством московской епархии. У нас есть в нашей общественной организации такие искренне верующие люди. Все-таки надо как-то формировать и поддерживать такую повестку не только в газетах благочиния, на специализированных таких каналах, но и в обычных общественно-политических светских изданиях. Конкурс проводился в трех номинациях – «Духовные святыни Подмосковья», «Человек веры» и «Божий мир». Свои творческие работы на суд-жюри представили более 100 журналистов и редакции средств массовой информации. Награждение авторов лучших материалов проходило 26 января в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» при Воскресенском Ново-Иерусалимском мужском монастыре в городе Истри. Основанная в XVII веке патриархом Никоном, эта святая обитель наряду с Киево-Печерской и Троицей Сергиевой и Лаврами была одним из центров русского паломничества. Новый Иерусалим представлял собой образ Святой Земли, воспроизводил главные христианские святыни Палестины. Основной храм монастыря Воскресенский собор был построен по подобию храма Гроба Господня в Иерусалиме. Окружающая территория получила евангельские названия – Фавор, Елеон, Вифания, а местная река Истра даже была переименована в Ордан. Чтобы в XVII веке совершить паломничество в Святую Землю требовалось 11 лет. Нужно было пересекать пять государств, которые в основном были мусульманские, были порой агрессивно настроены к носителям православной веры. Это было просто даже небезопасно для жизни. И поэтому Святейший Патриарх Никон здесь, в Подмосковье, создает Новый Иерусалим как образ Святой Земли, как священное подобие или как икону Святой Земли. В 1919 году монастырь был закрыт. В 1941 фашисты его взорвали. Богослужения в Новом Иерусалиме возобновились лишь в конце XX века. А в прошлом году Патриарх Московский в Сеярусе Кирилл осветил главный храм монастыря – Воскресенский собор. Сегодня все желающие здесь могут поклониться образу Гроба Господня в Кувуклии, подобной той, где ежегодно на Пасху сходит благодатный огонь. Приложиться к камню миропомазания, повторяющего плиту, на которую положили тело Христа после его распятия. Спуститься в подземную церковь святых равнопостальных Константина и Елены, набрать воды из живоносного источника. Мне хочется ваших телезрителей также пригласить в наш Новый Иерусалимский Воскресенский монастырь, посмотреть эту святую обитель, поклониться ей святыням. И на этих святынях вознести свои искренние, горячие молитвы ко Господу, получить ту благодать, которую они могли бы получить и там, в Святой Земле. Но поклоняясь этим святыням и с верой, они тоже могут получить эту благодать. Всего на территории Московской области сегодня восстанавливаются 250 православных храмов. Как отметили на подведении итогов конкурса «Верное слово», журналисты, освещающие православную тематику, привлекают внимание общественности. А поучаствовать в возрождении духовных и государственных оплотов России может каждый. Сергей Максимов, Галина Холодцова, телерадиокомпания «Щелково».